Удивительный дом профессора Амброзиуса Кстати, вчера я закончил строить новый шар На нём можно отправиться куда угодно А он достаточно велик? Ну, чтобы вместить живот Джуниора Да, он очень большой и может перемещаться на большие расстояния А какая точка самая высокая на Земле, дядя? Самое высокое место на Земле, Джуниор, гора под названием Эверест Да, нам в школе рассказывали про Эверест А где она находится? На границе двух стран, Непала и Китая В Азии? Здорово! 8800 метров в высоту Это как 27 эйфелевых башен, 95 статуй свободы, 232 статуи Христа Искупителя 55 пирамид Хеопса или 10 башен Бурдж-Халифа А это самое высокое здание в мире Здорово! Но, ребята, у меня появилась отличная идея Надо испытать мой шар Почему бы вместо болтовни не отправиться на нём к самой высокой точке земного шара? Правда, дядя? Мы летим на Эверест? Да! Но, дядя Амброзиус, а как же шар полетит? Это довольно просто Горелка внизу нагревает воздух И когда он становится теплее, он становится легче И поднимается вверх и тянет за собой шар Как здорово, дядя! Это прекрасное путешествие Мы покинем Сан-Паулу, отправимся к Рио-де-Жанейро и пролетим над ним Затем пересечём Атлантический океан Прибудем в Европу, пролетим над Францией и над всем европейским континентом, пока не достигнем Азии О, это в планы не входило О, ещё бы немного Похоже, буря миновала Лесли, потяни за шнур Лесли, горелка, прибавь огня Дядя, а где у шара тормоза? Тормоза? Какие тормоза? О, у меня по-прежнему кружится голова Смотрите, Эверест! Эй, слезай оттуда! Кыш, кыш! Боже мой, а где дети? И Лесли? Не волнуйся, дядя, мы здесь Мы на самой высокой точке планеты, дядя На Эвересте Но как мы вернёмся домой? Шар погиб Не волнуйся, у меня есть идея Ты уверен, что это сработает, Джуниор? Да, я всё просчитал Ой-ой-ой Мне надо лучше учить математику Конец Напоминаю, дети Мы скоро увидимся Кто здесь? Профессор Амброзиус? Это вы? Что это? Профессор, помогите! Помогите! Что случилось, Мона Лиза? Было темно Я ничего не видела Но кто-то здесь был Картины похищены Я поняла, что что-то случилось Но мне помешали видеть происходящее Я рад, что ты закричала Это помешало вору похитить остальные картины Похоже, вор ушёл здесь Джуниор, нас обокрали Как ты? Ты спал, да? Хорошо, что твоя сестра Клаудинья не осталась на выходные Иначе она была бы напугана, как и ты Да Надо вызвать полицию, профессор Сперва мне понадобится помощь старого друга Понимаешь, Лесли? Всё это напоминает таинственные истории из книг Писатель Артур Конан Дойль Создал самого знаменитого сыщика И я уверен, он поможет нам раскрыть эту тайну Мой дорогой друг Шерлок Холмс Профессор, всегда рад видеть вас К сожалению, причина моего сегодняшнего визита не столь радостна Значит, все вы спали в тот момент, когда было совершено преступление Кроме разве что Монализы Возможно, это самая знаменитая картина в истории Созданная итальянцем Леонардо да Винчи Да, я видела какую-то фигуру, а затем на меня набросили полотно Высокую фигуру? Я не смогла рассмотреть Всё было так быстро Я видела лишь краешком глаза Значит, это мог быть кто угодно в этой комнате Кем бы ни был вор или воры Они, похоже, скрылись через открытое окно Так как профессор обнаружил, что остальные окна и двери заперты изнутри Но это окно снаружи не открыть Так что грабитель попал внутрь до того, как дом был заперт В последние два-три дня никто сюда не приезжал, кроме Джуниора Но он мой племянник и бывает у меня очень часто А ты, Лесли, никого чужого не видел в доме? Полагаю, ничего странного в подвале ты не видела, Флорибелла Да, Холмс, она слишком потрясена тем, что покинула свой домик в подвале Эти женщины Разумеется, тот, кто украл картины, вернётся, чтобы похитить оставшиеся Как можно быть в этом уверенным? Было бы слишком рискованно возвращаться после первого ограбления Только глупец на это пойдёт Профессор, вы ведь знаете мой метод дедукции Я уверен, что похититель не отказался от этой мысли И предпримет новую попытку до захода солнца Полагаю, у вас есть план, как поймать преступника Элементарно, Амброзиус Спокойной ночи, профессор Постарайтесь отдохнуть Завтра днём мы продолжим расследование Спасибо, Шерлок Не могу дождаться, когда усну и забуду об этом Так-так-так, решили унести картины в другую часть дома Лесли, так это... Нет, не всё то, чем кажется Но как? Посмотрим, настоящий вор здесь Джуниор? Это невозможно! Согласен, профессор Поэтому я решил уточнить одну деталь После того, как мы обсудили наш план Какую деталь? Я позвонил домой Джуниору и поговорил с Клоудиньей К моему удивлению оказалось, что Джуниор там Он никуда не уезжал на выходные Если это не Джуниор, то кто же это? Перед нами мой самый главный противник Профессор Мориарти Холмс, снова вы! А ведь мне почти удалось! А теперь, профессор, всё, что я могу сказать Это знаменитая фраза Нет-нет, пожалуйста, можно я скажу? Я всегда хотел это сделать Ладно Дело закрыто Я хотел сказать, преступник будет наказан Конец Напоминаю, дети, мы скоро увидимся Удивительный дом профессора Амброзиуса Профессор Амброзиус Лесли Флорибелла Клоудинья и Джуниор Авторы идей Фернандо Алонсо и Нельсон Боттер-младший Производство Тортуга Студиос Смотрите сегодня Архимед Эврика Эврика Похоже, кто-то чему-то очень рад Что случилось? Эврика 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 Все в порядке? Может, вам стоит вытереться и одеться? Так можно простудиться Да еще и я заболею Кто это? Что он делает с ванной? Прошу прощения, я немного забылся Джуниор Это великий Архимед Так вот, кто кричал Эврика на весь дом Да Архимед Грек Великий физик, математик и изобретатель Эврика Значит, я нашел И что ж вы такое классное нашли? Я сделал потрясающее открытие Ко мне обратился греческий царь Гейерон У греков есть царь? Архимед жил в древности В какой древности? Средние века? Рыцари, замки Еще раньше За сто лет до нашей эры Ого, какой у тебя невероятный дом, дядя Царю надо было знать Сделана ли его корона из чистого золота Вот, послушайте Царь заподозрил, что ювелир обманул его Он полагал, что ювелир забрал себе часть золота Которую ему дали на корону И подменил серебром Корона оказалась сделанной из чистого золота Хотя это было не так Я сидел в ванной, думая о том, как определить Что корона сделана из чистого золота Когда заметил следующее Когда мое тело погрузилось в воду Вода поднялась Я взял кувшин с водой И поместил туда кусок золота весом с корону И записал, как поднялась вода Затем проделал то же самое с куском серебра Я заметил, что с серебром Уровень воды поднялся выше, чем с золотом Наконец, я пустил в воду корону И уровень поднялся выше, чем в случае куска золота Но меньше, чем с куском серебра Так я доказал, что корона была сделана Из плава золота и серебра Ты это слышал, Джуниор? Так появился знаменитый закон Архимеда Это кажется сложным, но до сих пор помогает в физических и химических экспериментах Вы так умны, Архимед Царь Гейрон Стража, схватите лживого ювелира Спасибо, Флорибелла Спасибо, Архимед Без вашей помощи я не смог бы раскрыть этот обман Профессор, может вам потребуется моя помощь? О да Вы изобрели рычаг, который используется для подъема тяжелых объектов И могли бы помочь мне немного подвинуть дом Разумеется, профессор Дайте мне рычаг и точку опоры И я переверну мир Одно из знаменитых изречений Так, еще немного И еще О-оу, похоже, это было слишком Да? Конец Напоминаю, дети, мы скоро увидимся Не хотите чашечку чая? Удивительный дом профессора Амброзиуса Смотрите сегодня Великие открытия Свистать всех наверх! Мы приближаемся к острову сокровищ! Остров мертвых по курсу! Остров мертвых! Капитан Черная Борода Мы готовы сойти на берег Отлично, я все понял, пират Дака Эй, пират! На острове нет признаков жизни! А чем это заняты дети? Играем в пиратов, разумеется! Но надеюсь, вы знаете, что этот корабль никогда не был пиратским Не был? Нет, такой корабль называется Каравелла В школе рассказывали, что Каравеллы плавали по морям много лет назад Да, во времена великих исследователей Исследователей чего? Исследователей, открывших новые морские пути А с ними и новые земли Но откуда здесь Каравелла? Она всегда здесь была Ты разве не знал, дядя? Хм, как странно Посмотрим Команда спала в гамаках? Да, видите эти ящики? Сюда перевозили еду Часто без всякой заботы о гигиене Поэтому люди, которые проводили на Каравеллах много месяцев Часто болели Хм, постойте Вас куда гамма? Раз, два, три Так нечестно, профессор Хм, Колумб за ящиком рядом с лестницей И Педру Алваришка брал в красном гамаке на камбузе Так это... Да, Джуниор Это великие мореплаватели Все началось с того, что они пытались найти новый торговый путь в Индию Христофор Колумб, итальянский мореплаватель на службе Испании Отправился на поиски морского пути, который связал бы Европу с Востоком Но по ошибке открыл землю, о существовании которой никто не подозревал 12 октября 1492 года он открыл Америку Верно, это было великое открытие А вы знаете, что когда-то люди думали, что земля плоская? Поэтому моряки боялись уплывать далеко Так как опасались не только морских чудовищ, но и огромного водопада на краю земного диска После того, как Колумб сделал свое открытие, мы поняли, что можем плавать намного дальше Португалия и Испания, узнав об открытии Колумба, решили снарядить экспедицию в Аску Дагамы В 1498 году Дагама смог найти морской путь из Европы в Индию Это пытались сделать и до него, но безуспешно А затем великий Педро Алвариш Кабрал в 1500 году открыл Бразилию Ставшую единственной в Южной Америке португальской колонией Верно, Клаудинья, я рад, что ты так хорошо знаешь историю Да, я ее люблю А что насчет пиратов? Пираты существовали и тогда, но пик пиратства пришелся на более позднее время К 18 веку между Европой и Новыми Землями плавало все больше кораблей И пираты знали, что там много золота и других богатств Да, профессор, но и в наше время, около 1500 года, пираты доставляли немало хлопот Даже я был атакован ими Я думаю, пираты классные Я не был бы так уверен, юноша Да, пираты — это преступники, они не щадят никого И могут быть очень опасны Ты думаешь, мы играли в прятки, когда вы нас нашли? И что же вы делали, если не играли в прятки? Ха-ха, я нашел вас Думали, сможете перехитрить одноглазого Билли? Одноглазый, бежим! Одноглазый, бежим! Спокойнее Вероятно, он не может войти Но дверь на кухню была открыта, поэтому я решил зайти У вас наверняка есть что забрать Помогите! Помогите, спасите! Я застрял Освободите меня, или вы жестоко поплатитесь за это Флорибелла, тебе удалось спасти нас Вперед! К новым открытиям! Дядя, во что теперь поиграем? Поиграем? После такого бега я думаю, что буду спать целую неделю Конец Напоминаю, дети, мы скоро увидимся Матросы, мы приближаемся к острову сокровищ Земля по курсу! Земля по курсу! Удивительный дом профессора Амброзиуса Смотрите сегодня Приз Коперника Итак, друзья Удивительного дома Мы собрались здесь ради космической гонки На Приз Коперника Пять опытных пилотов Будут бороться за победу Приз Дань уважения ученому, создавшему современную астрономию Николаю Копернику Он родился в Польше около 500 лет назад и стал крупным ученым и математиком Коперник определил положение планет относительно Солнца Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн Позднее ученые открыли еще Уран и Нептун Ах да, и карликовую планету Плутон Он открыл, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца Пришла пора представить участников гонки Номер один Лесли В розовом корабле под номером два Клаудинья Корабль номер три Джуниор И под номером пять наш специальный гость Ньюби Вы забыли представить главного фаворита, профессор, меня Ах да Пройдоха Алфо на корабле номер четыре Старт гонки у нашего дома Тот, кто быстрее всех доберется до Юпитера и вернется обратно, победит Но хватит разговоров, время начинать гонку Готовьтесь к старту Двигатели Внимание Красный Зеленый Поехали Сейчас пилоты приближаются к четвертой планете нашей системы Это Марс, который видно с Земли невооруженным глазом в виде красноватой звезды Какая гонка! Пилоты приближаются к планете огромных размеров, известной как Юпитер Это крупнейшая планета нашей системы, она состоит из газов и известна как газовый гигант Победит Слонка близка к завершению. Они прошли Луну и приближаются к Земле. Но что это? На их пути астероиды? Потрясающе! Они мастерски прошли облако и приближаются к финишу. Лесли выходит вперед. Захватывающе! Мы не знаем, кто лидирует. Они входят в атмосферу Земли. Кто станет чемпионом? А вот и победитель! Финишный флаг в воздухе! Потрясающий финал! Понадобится помощь телескопов, чтобы определить, кто выиграл гонку. Флорибелла, моя дорогая! И наши пилоты получают свои призы. Надеюсь, ты усвоил урок, Алфо. Обман не дает результата. Конец. Напоминаю, дети, мы скоро увидимся. Кстати, по поводу уроков. Никто не видел мое руководство пользователя? Флорибелла, милочка, поможешь мне? О-о-о-о-о!